всем добрый придоброе утро я уже дома в общем я вчера себе нажали на капусты вот какая она мне вкусная вообще люблю капусту жареную жареной тушеная на больше даже но я хочу и думала с рыбкой сделать но я хочу и знаете как сделать вот такие у меня есть листы боже как открыл крышку и так капуста запахла вкусно рисовые их вот так вот достаешь я как-то вам показывали на что я делала из них там это и вот в воде их надо немного подержать чтобы они стали такими эластичными вот и заверну сейчас в них капусту и разогрею на сковородке ну и естественно рыбу сделаем почему естественно потому что вчера вам показала шуток криво то им помню вот такая еда у будет сегодня блин ломается зараза что они тут слиплись у меня в общем я сегодня знаете меня какая ржака клиентка одна что-то мы с ней разговаривали про россии про все дела и она такая вот раньше же у вас как тяжело было вот я говорю когда раньше то ну вот раньше вот одевались все одинаково и такая в смысле ну вот одежду вас не это нельзя вам было одеваться во что-то по ну вот вам сказали в какую одежду такую вы и одевались я хорошо не помню такое ну ты наверное слишком молодая говорит я говорю да вообще не помню город да у бабушки была своя одежда то есть никто и не говорил что одевать у мамы своя одежда была тоже и никто ничего не говорил говорю это в это в корее северной кореи говорю тогда там типа одевается стрижки одинаковые нет говорит и у вас так мне так смешно стало я говорю вот это знаете к чему помню у меня комментарий был такой типа какой-то что испанцы испанцы какой прививки больше доверяют русской или американской тут вообще даже не о чем разговоры вести потому что настолько вот испанцы мало знают о россии сейчас с каждым годом больше и больше но они а я смеюсь и так и говорю а еще это говорю а еще знаешь что говорят у нас и эти медведи по улицам ходят что у нас зима круглый год ну так на меня смотрят типа а чё нифига не так что ли вот я так смеялась говорю одежда одинаковая у всех но потом думаю может быть говорю это фабрик у нас не было много в годах каких-нибудь пятидесятых да и тогда все шили одно однотипную одежду и может быть казалось что но нет она именно сказал что в россии запрещали одевать одежду я так смеялась я говорю да не было такого вот представляете вы говорите о прививке русской доверять российской какая вы что конечно же они не будут доверять потому что они думают все еще некоторые что у нас медведи ходят по улицам а еще такая ну я говорю еще да у нас зима круглый год некоторые да думают что у нас зима круглый год причем такие знаете не старенькие а вот какие-нибудь такие даже ну лет сорок вот да думаю что у нас всегда там холодно прикол ой блин говорит вы одели не помню такого бабушки всегда своя одежда была там я не знаю я говорю были конечно времена там тяжелые много она такая ну это у всех бывать и хру ну вот именно в общем вот так вот а и что такое я говорю да у нас в россии в принципе не может так одеваться одинаково у них все время идет как это назвать там ну что они все время соревнуются с америкой а так на меня посмотрела игру ну вот даже простой пример кто прививку первой сделал она так на меня смотрит я говорю ну правильно америка и россия все говорю все этим сказано ночью разве не так друзья всю жизнь соревновалась америка с россией я хочу их поджарить смотрите вот такие получается не видите в прозрачной пленки и вот поджарить хочу их немножко блин капусту обожаю запах детства вкус детства вообще мне такое ощущение что в детстве все так вкусно было что прямо это так что вот так вот а вы говорите выкупаться вода холодная сегодня у нас правда жара духота страшная мне кстати сегодня после обеда еще и ехать работать поэтому поэтому вот такие вот дела кстати яблоко вот это вот как я и думала мужу очень сильно понравилось рейнита рейнита это что-то наверное от слова рейна королева рейнита это уменьшительно ласкательная типа королевишь не не короля королевушка в королевушка что-то такое но по мне кисловата а ему прям он ой как они типа называются я буду даже название не надо идешь в алькампы покупаешь самые страшные яблоки они правда такие страшные вообще ладно я буду тут делать и покажу вам конечный результат ну что мой обед готов блинчики аля блинчики и рыбка сейчас лимончиком вот так полью в микроволновке делаю всегда рыбу так посолила поперчила на три минутки в микроволновку и все и она просто идеальная всем приятного аппетита смотрите сколько мяса осталось выбрасывать жалко вот схожу и думаю где бы найти бездомных собак знаете раньше вот как-то до всего этого карантина были у нас бездомные собаки помните я даже еду носила и не только я все в округе а сейчас вообще нет ни одной собаки я не помню чтобы была бездомная даже не знаю куда это мясо положить думаю может быть кошкам отнести помните на пляже я тут субботу тоже мы гуляли когда с подружкой испанкой там тоже люди кошек кормили но там у них тоже столько жратвы что боюсь что кошки этого даже не будут есть во блин а выбрасывать мясо ну вот тут реально много но она уже как бы ну мы его есть не будем сто процентов и в общем выбрасывать жалко куда можно деть я конечно подумал может быть вспомню но не знаю где их нет собак бездомных нет там не собаки вот так вот хожу и думаю в общем меня кофе-тайм сейчас пакет положу и положу в это в холодильник и поехала я на работу дорабатывать вот сегодня тоже ходили у нас же все открыто как бы до 8 кроме продуктовых и все такой аптек и вот я скажу тоже думаю а я до 8 до 6 до 8 до вернее все закрываться должно 6 такая путаница вот что я не знаю 6 не надо закрываться или можно как обычно но там где я работаю практически нет ни полиции ничего в общем можно даже знаете закрыться когда моей душе будет угодно ты так точнее до последнего клиента до путаница конечно чайник скипел пошла кофе пить смотрите как узенько там у нас выезжают погода у нас видите нелетная такая прям это пасмурно кстати этой ночью был небольшой дождь но он такой знаете вот и все хочешь гавка здесь никого нету здесь даже но на улице тепло классно 20 24 по моему градуса а вот поэтому сейчас пойдем гулять клиентка сейчас вот которая на прошлой неделе не знаю тикток искала искала чтобы нам вдвоем снять что-нибудь и что-то ничего не могу найти потому что надо знаете чтобы он был не испанский не русский а такой вот чтобы и понятно было и ей как бы мне и ничего такое вот просто танцевать вот как-то там как-то мне не интересно да а вот ничего не нашла всю неделю искала искала и вообще в этом на этой неделе что-то я тикток то не снимала терпеть ненавижу такие трандулеты они так орут постоянно что просто жесть вот кто он так полетел и и зачем ему так надо вот угарать на 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 а что знаете иногда мы раньше жили в старой квартире там с утра как начнет какой нибудь или наоборот ночью как загудит блин ну и вот тикток никак не нашла прям даже не знаю буду еще искать какой нибудь интересненький чтобы за душу брал смешной обратно что ли едет а так ладно пошла работочку работать цветочки цветут весна крестьянин торжествую на дробнях обновляю путь у нас магазин открылся он был закрытый а сейчас вот опять открылся поэтому видите одну закрываются другие открываются ну вот все испортили хотела тишину поснимать какая здесь тишина ни ветра вообще нету хотя на канарских островах по моему там ураган вообще все сносит или на в общем на островах там вообще ураганище я отработала приехала как всегда погулять с чарли моя подружка тире клиентка не решила сегодня пойти со мной потому что у нее там дела она к маме сейчас пойдет я такая спрашиваю зачем что ты к маме пойдешь она я вчера говорит купила безешки и вот вчера и я говорю и это вчера и вчера говорит одну съела я говорю а ты понесешь другие остальные маме понесешь такая да она такая нет я говорю а что она такая пойду посмотрю не доели ли они их ой блин она пойдет подчистить ой сме мы такое с ней придумали друзья вообще в общем короче мы думали думали чтобы придумать насчет говорю тикток не нашла но потом я придумала кое-что интересное так что если вы хотите все это увидеть нашу авантюру не забывайте подписываться и пишите ваши комментарии угадывайте может угадаете что и мы там с ней придумали такое вот ну должно быть интересно я я что-то так знаете подумала предложила ей говорят ты согласишь расплюнуть конечно я такая думаю ну ладно я тебе устраю я говорю на камеру будешь это делать она такая да хоть как в общем должно быть интересно смешно потому что она такая знаете с юмором такая вот она конечно и поддается депрессии очень легко ну и с юмором в общем ну конечно мы все своими знаете барабанами люди все разные поэтому ну я уже ее знаю лет шесть наверное и вот может в общем я это к тому говорю что мы очень хорошо друг друга знаем общаемся и в общем в общем так вот клиентка переросла в подругу ой и она когда заходит главная такая заходит когда в парикмахерскую начинает с чарли гавкать там мужчина пописать пошел я говорю как ты с ним разговариваешь это он говорит я уже с ним нашла общий язык ой смех и грех вот какие бараны взял пошел прям так и хочется повернуть камеру на него того чтобы вот женщины тоже так не садятся да вот так вот шла шла раз села и подудолила почему бы и нет да нет а этот встал и пошел достал ой такой вот у нас уже закат уже закат закатнулся сегодня мы гуляем по одному сегодня я никуда в магазин не поеду потому что вчера была каждый день что ли ездить хотя кое-что бы надо купить но отложим это на понедельник вот сейчас наслаждайтесь морем как и я буду этим наслаждаться надо не 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 вот я хотела кошкам еду принести но у них там смотрите сколько это вот все сухой корм лежит там у них баклажки в общем им тут еда совершенно не нужна а бездомных что-то нету собак куда их всех подевали потому что давай это были там немного по крайней мере я видел трех там где-то в кустах ты погасила свечи загадала желать красота погода такая классная вообще у морковку сейчас буду делать по-корейски потому что завтра шашлык замариновался салат из красной свеклы смотрите какая классная морковка сама так хрен нарежешь немного посолю добавлю уксуса чтобы дала воду вот пожамкаю потом воду эту отожму я не люблю чтоб морковка там знаете плавала вот что дальше в масле обжариваю лук в принципе лук мне в морковку по-корейски не нужен я не добавляю жареный лук в салат одна прям хорошая такая луковица сейчас просто обжарю в масле чтобы дал вкус лук свой так на медленном огне будем обжаривать а из лука я потом знаете что делаю омлет тортье до сего я у меня есть такие китайские грибы которые я сейчас отварю и тоже отправлю в салат смотрите вот и отправлю салаты будет у меня такой шикарный на завтра морковка по-корейски тут так а чеснок потом сейчас мы добавим потом сейчас не добавим чесночок в общем приправы в общем все как надо все как полагается грибы уже сварились я их просто вот так вот порежу сюда прям потому что они огромные смотрите так вот порежу чтоб удобнее было есть смотрите какой вот этот вот этот самый вкусный гриб ой он такой как фунчоза знаете очень вкусный лучок пожарился и вот так прям горячим маслом блин как показать выливаем салат ну если лучок попадет ничего страшного не отрава же все таки но я люблю без лука да и в рецепте идет в настоящем без лука теперь все перемешиваем и даем настояться вот моя морковка по-корейски а как вы делаете расскажите все легко и просто и вкусно обалденно а вот в это завтра добавляем добавлю пару яиц и муж будет просто счастлив яичница с луком что может быть вкуснее ну вот такой вот у меня день получился вот я уже приготовил себя ужин у меня желатинка вишневая моя наверное яблоко еще съем и вот все и все и завтра у нас на барбакова на барбакова будем жарить шашлычок но это будет завтра а сегодня всем пока пока